Недрять цифровые технологии, привлекать квалифицированных специалистов. Это поможет провести ускоренную модернизацию в Казахстане. Сегодня об этом будут говорить участники заседания Совета иностранных инвесторов. Встреча пройдет под председательством президента Нурсултана Назарбаева. Во Дворце независимости уже работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией моя коллега Елена Шрайбер. Доброе утро, Елена. Расскажите нам, пожалуйста, какие компании в этом году проявили интерес казахстанской экономики и участвуют в заседании. Доброе утро. Вообще, насколько мне известно, Альфия, интерес к Казахстану у инвесторов растет с каждым годом. Для них созданы все условия. Значительно улучшено взаимодействие иностранного бизнеса с государственными органами, налажен конструктивный диалог и прочные контакты. Сегодня в работе заседания Совета иностранных инвесторов принимают участие больше 300 делегатов с казахстанской иностранной сторон, в их числе главы 35 международных компаний, таких как Vukoyle, Royal Dutch Shell, General Electric Neftegas, Mitsubishi, Baker и McKenzie, а также руководители госорганов, нацкомпании и организации. Особо хочу отметить, что в этом году Совет празднует 20-летие с момента основания. За эти годы проделана большая работа. По данным на 2017-е в Казахстан было привлечено больше 260 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций и значительный рост их объема наблюдается в сферах информационных технологий, торговли, строительства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Елена, в этом году тема заседания звучит как ускоренная модернизация. Удалось узнать, как на этот процесс могут повлиять инвесторы? Да, работа инвесторов в Казахстане приобретает все большую актуальность в виде последних поручений Нурсултана Назарбаева. Перед страной также стоит задача войти в 30-ку развитых стран мира. И немаловажную роль здесь играет Совет как консультативно-совещательный орган. Как некогда отметил Нурсултан Назарбаев, привлечение зарубежных инвестиций надо использовать для трансферта в страну знаний и новых технологий, поскольку именно они это движущая сила, которая способна укрепить экономическое развитие Казахстана. Поэтому важно еще раз проговорить позицию Казахстана в части привлечения инвесторов. Они же в свою очередь готовы дать рекомендации нашей стране в части реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии, нефтегазового сектора, трудового законодательства и развития человеческого капитала. Что ж, само заседание начнется в 11 часов, когда прибудет глава государства, но известно, что перед этим президент встретится с главой Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти. Так что мы остаемся работать здесь и первые подробности в следующих выпусках новостей. Альфия. Да, Елена, обязательно ждем от вас подробностей. На прямой связи со студией была Елена Шрабер. Продолжение следует...